Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. С 1 июня в столице региона стартует летняя оздоровительная кампания в спортивных, школьных и других детских лагерях. Готовность учреждений обсудили на совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Хорошее настроение, веселые конкурсы и ценные подарки. В Самаре с размахом отметили 28-й фестиваль прессы. С профессиональным праздником журналистов поздравили губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. За хранение документов особой важности, срочный призыв, смену гражданства и фамилии. В Госдуме приняли поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в Российскую Федерацию. Глубокая философия в музыкальном сопровождении. В Самаре прошел праздничный концерт «Игра и добра». Самый вкусный и сытный праздник в областном центре в парке «Дружба народов» отметили День пирога. Для гостей провели экскурсии в национальных подворьях и мастер-классы по приготовлению выпечки. Завтра, 30 мая, в 12 часов состоится одно из важнейших политических событий Самарской области. Послание губернатора Дмитрия Азарова к депутатам Губернской думы и жителям региона. Ранее глава региона встретился с жителями области, представителями различных отраслей. Общение продлилось более трех часов и было посвящено настоящему и будущему губернии. Участники встречи, среди которых врачи и учителя, представители промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, волонтерских и молодежных организаций, смогли высказать главе региона свои предложения и акцентировать внимание на проблемах, которые существуют сегодня в той или иной сфере. Большинство предложений нашли поддержку губернатора и будут учтены в послании, с которым он выступит уже завтра. В последний год особое внимание губернатор уделяет военнослужащим и их семьям. Встречи с ними проходят практически еженедельно, как в зоне СВО, так и в Самарской области. Наш регион одним из первых начал сбор гуманитарной помощи, который активно продолжается и по сей день. Трансляцию из послания губернатора можно будет посмотреть на телеканале Самарагис завтра, 30 мая. Начало в 12 часов, а сразу после не пропустите прямой эфир на нашем телеканале. Эксперты выскажутся об основных темах, которые затронет глава региона в своем послании к депутатам Губернской думы и жителям региона. Хорошее настроение, веселые конкурсы и ценные подарки. В Самаре отметили 28-й фестиваль прессы. С профессиональным праздником журналистов поздравили губернатор Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, а также власти города и области. Ведущие телерадио и печатные СМИ региона традиционно собрались в Струковском саду. Для гостей фестиваля организовали конкурсы, мастер-классы и концертную программу. По традиции, через площадку телеканала «Самара ГИС» прошел каждый участник и гость фестиваля прессы. Здесь было многолюдно до самого закрытия. Кому достался главный приз нашего телеканала – телевизор, расскажет Галина Топилина. Вот уже много лет акулы-пера в последние выходные мая по традиции встречаются в Струковском саду на фестивале прессы. Заглянуть за кулисы средств массовой информации, увидеть своими глазами, как проводится прямой эфир, и узнать, какие они – ведущие телепередачи не на экране, а в жизни. В минувшую субботу смог каждый желающий. На площадках фестиваля гостей ждали конкурсы, мастер-классы, концертная программа и другие активности. Найти занятие по душе могли как дети, так и взрослые. Увидел объявление, на афише решил сходить посмотреть. Конечно, очень разношерстная программа, много детских танцевальных коллективов, музыки, барабанов и спецназ. Очень интересно, конечно, посмотреть, как живут творческие коллективы в Самаре. Ну, интересно, безусловно. Мы вместе. Под таким девизом в этом году прошел фестиваль прессы 2023. Нашей организации в этом году 105 лет. Именно поэтому появился этот девиз «Мы вместе». Мы вместе, журналисты. Мы вместе, журналисты, вместе с нашими прекрасными земляками. Мы вместе с нашей страной. Фестивальную площадку посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Почетные гости осмотрели праздничные локации, в том числе и площадку телеканала «Самар ГИС». Пообщались с журналистами, ответили на вопросы и сфотографировались с гостями фестиваля. Такой фестиваль важен, значимый для города. Он любим действительно. Он любим не только журналистами, не только представителям средств массовой информации, но и любим горожанами. Гости города, жители города могут в этот день прийти в парк, с вами познакомиться, с журналистами. Сейчас, как никогда, важна роль средств массовой информации, важна роль журналистов, их профессиональный подход к своему ремеслу, к своему делу. Площадку телеканала «Самар ГИС» традиционно разместили у главного входа в Струговский сад. Еще до официального открытия фестиваля здесь начали собираться зрители. Их встречал оркестр Росгвардии под руководством начальника майора Олега Чемоданова. Творческий коллектив управления Росгвардии по Самарской области – обладатель награды за высокое исполнительское мастерство и большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры. Я очень благодарен нашим журналистам за то, что всю информацию о деятельности нашего управления жители нашей области узнают одни из первых. Информация всегда качественная, доступная, и поэтому мы считаем, что это и наш праздник в том числе. На площадке телеканала «Самара ГИС» выступили музыкальные коллективы из детских школ искусств и вокалисты. Особенно запомнилось зрителям выступления юных барабанщиков из коллектива «Али Драмс». Помимо концертной программы, на площадке были организованы мастер-классы. Гости фестиваля смогли смастерить своими руками открытки и сувениры, а также научиться плести маскировочные сети. На импровизированной сцене ведущие телеканала «Самара ГИС» устраивали конкурсы и разыгрывали ценные призы от партнеров телеканала. Среди них торговый комплекс «Гудок», первый дрифкартинг «Самары Крейзи Карт», городок «Зе Таун» в Авроры Молл, газированные напитки от Рамина, природная вода Дворцовая, крафтовый медовый квас от медоварни «Ширяевские сады», а также стоматологическая клиника «Денталь». А самых маленьких порадовали кукурузные палочки «Рузик». Но главным призом от телеканала «Самара ГИС» стал телевизор. Екатерина Романова правильно и быстро ответила на все вопросы ведущих и стала победителем. На фестивале Екатерина приехала с сыном. Муж выполняет свой боевой долг в зоне специальной военной операции. Девушка призналась, победа стала для нее приятной неожиданностью. Семья как раз нуждается в новом телевизоре по причине поломки старого. Теперь будет где смотреть сыном мультики и новости любимого телеканала «Самара ГИС». С радостью поделилась победительница. Неожиданно, что получилось выиграть такой замечательный приз. Не сказать, что сложно, но какие-то вопросы оказались новыми, интересными, что-то познавательное. Ну а что-то, конечно, из просторов интернета и из просторов телевидения уже было известно. Ощущения, конечно, эйфории, наверное, больше. Ощущения очень приятные, очень рады, что мы сюда даже приехали. Закрытие 28-го фестиваля прессы состоялось на сцене летнего театра Струковского сада. Работники средств массовой информации – настоящие патриоты своей страны, отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Мы сегодня здесь действительно на одной площадке и взрослые, и дети, и наши ветераны замечательные, и профессионалы, и те, кто стремится только стать профессионалами. Но все мы объединены, я уверен, одной целью – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы наша страна процветала, чтобы победа пришла как можно быстрее. Мы уверены, что каждый из нас может внести свою лепку в защиту интересов нашей Родины, защиту всего, что для нас дорого и свято. Фестиваль прессы завершился церемонией награждения участников и лауреатов. Телеканалу «Самара ГИС» вручили диплом победителя фестиваля «Пресса-2023». Коллектив был также отмечен благодарностью от городского округа Самара за высокий профессионализм в своей сфере. И это уверены зрители и подписчики телеканала не случайно, ведь на сегодняшний день телеканал «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Мы одними из первых выдаем информацию в наши социальные сети. Общее число наших подписчиков превышает 80 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 860 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах – более 300 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Телеграм и Одноклассники. В наших соцсетях только самые свежие новости. Так что смело включайте прямой эфир и подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых свежих новостей. Ольга Павлова, Галина Топильна, Константин Головин, Петр Поломеев. События. С 1 июня в столице региона стартует летняя оздоровительная кампания. В школьных, спортивных и других детских лагерях Самары откроются первые летние смены. Готовность учреждения обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Говорили и о трудоустройстве подростков в летний период, а также о досуге, который приготовили для школьников во время каникул. Затронули на совещании в администрации тему муралов. На каких объектах их стоит наносить и кто должен следить за ними после, выяснил Михаил Ермоленко. Продолжение следует... Установили новые умывальники, полностью отремонтировали санузлы, уличную эстраду и ряд спорт-объектов. Члены межведомственной комиссии осматривали территорию лагерей, домики, столовые, хозяйственные постройки. Проверили условия, которые позволят детям и сотрудникам соблюдать санитарные правила. В ходе проверок основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности детей противопожарной и противоэпидемиологической обстановки. Обсудили на совещании и организацию досуга детей в летний период. Представители профильного департамента отметили, что большое внимание уделено акциям, событиям и праздникам, которые будут проводить на свежем воздухе, чтобы у ребят была возможность больше гулять. Организовали разные мастер-классы, выставки, квесты, лекции, патриотические акции и другие активности. А подросткам, которые пожелают провести время с пользой, дадут возможность подработать. Больше трех тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет смогут трудоустроиться в муниципальные учреждения, на промышленные предприятия и в общественные организации. Больше 400 человек уже заключили трудовые договоры и выйдут на работу с 1 июня. В столице региона трудоустройством несовершеннолетних занимается специально созданный городскими властями молодежный центр «Самарский». Здесь аккумулируют список работодателей, готовых предоставить рабочие места подросткам. Перечень документов, да, на сегодняшний день пока он не изменил свою структуру, но хочу обратить внимание, что по пяти позициям, как то справка об отсутствии и наличии судимости, индивидуальный номер налогоплательщика, согласие родителей, ИНН и банковская карта платежной системы, сотрудники нашего центра оказывают всемирную поддержку. Многие из них можно оформить на месте при трудоустройстве. Затронули нас совещание в администрации и тему муралов. Произведения современного искусства все чаще появляются на фасадах зданий Самары. Руководитель управления главного архитектора Игорь Галахов предложил ввести критерии, которым должны будут соответствовать новые арт-объекты. Был приведен анализ для выявления тех критериев, которые должны лечь в основу определения правильности размещения подобного вида изобразительного искусства на территории города, для того, чтобы правильным образом сориентировать инициаторов подобных изображений при выборе градостроительной ситуации и объектов, на которые они предлагают разместить очередные муралы. Специальные параметры коснутся концепции, формата и места нанесения изображения. Одновременно с этим предложили наделить авторов новых муралов полномочиями по уходу за изображениями. Не исключено, что в будущем, в течение пяти лет, после нанесения рисунков, ответственность за них будут нести сами художники или организации, по чьей инициативе здание или пространство было украшено. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россию. Об этом сообщает одно из информационных агентств. Согласно поправкам, загранпаспорт подлежит изъятию гражданина в том случае, если он заключит трудовой договор с организацией, предусматривающей доступ к сведениям особой важности или государственной тайне. Также документ должны будут сдать на хранение в миграционное дело МВД или МФЦ, подлежащие призыву на военную службу или альтернативную гражданскую службу и получившие повестку из военкомата. Паспорт должен быть передан в течение пяти рабочих дней со дня информирования гражданина о решении об ограничении права на выезд из страны. Документ будет находиться на хранении до истечения срока этого временного ограничения, либо истечения срока его действия. Эта же схема будет распространяться на паспорта бывших сотрудников ФСБ. Также принятый закон предполагает введение общефедерального учета банка данных, не только выданных, но и недействительных паспортов, сообщили в пресс-службе Госдумы. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которая может быть оспорена, говорится в пресс-релизе Нижней палаты парламента. Загранпаспорт, владелец которого сменил гражданство, фамилию, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения, пол, будет считаться недействительным вместе со стечением срока действия документа. Органы, выдавшие паспорт, будут наделены полномочиями менять статус ранее выданного документа на недействительный. Предполагается, что такая схема работы позволит сделать систему по учету документов более прозрачной. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветераны таможенной службы. Памятная дата была учреждена с целью сохранения традиций и обеспечения связи и преемственности поколений таможенников. В этот день в подразделениях устраиваются торжественные мероприятия с участием ветеранов, посвятивших свою жизнь защите экономических интересов страны, борьбе с контрабандой и созданием инфраструктуры современной таможенной службы. Дата выбрана не случайно. Именно 29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР о разграничении прав центральной и местных советских властей по сбору пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений. Можно сказать, что этот день является днем рождения Советской таможенной службы. Напомню, профессиональный праздник работники российской таможни отмечают ежегодно 25 октября, а Международный день таможенника – 26 января. С космодрома «Восточный» успешно стартовала самарская ракета «Союз» со спутником. На орбиту отправлен новый спутник «Кондор-ФКА». «Кондор» – серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, в задачи которых входит картографирование поверхности Земли. Экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Это второй пуск ракеты семейства «Союз-2» полностью на новом и высокоэкологичном горючем «Нафтиле», а также первый для модификации «Союз-2.1а». «Нафтил» – экологически безопасный тип углеводородного горючего. Его преимущество – уменьшение вредных выбросов и увеличение массы, выводимой на орбиту полезной нагрузки. Далее коротко о других темах дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области снова объявили желтый уровень опасности из-за жары. По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник, 29 мая, местами по региону воздух прогреется до 30 градусов. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не находиться долго на солнце, особенно с непокрытой головой, избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом, пить как можно больше жидкости, контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером, надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей, хлопок, лен или шелк. В Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП с пострадавшими. На месте работали сотрудники госавтоинспекции. Полицейские оградили место происшествия, обеспечили беспрепятственный проезд других транспортных средств, провели осмотр места ДТП, установили и опросили свидетелей. В медицинское учреждение доставлены трое пострадавших. Подробности уточняются. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом Самарской области. 27 мая вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса на трассе Казань-Буинск-Ульяновск подъезд к городу Самара пострадали несколько человек. По данному факту проводится проверка, ход которой, а также мероприятие, реализуемое следственными органами, находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области. В Самаре ограничат движение транспорта в связи с организацией крестного хода в день памяти святителя Алексии. Ограничения введут 2 июня с 8 до 13 часов по улице Некрасовской от улицы Ленинской до улицы Куйбышева, по улице Куйбышева от улицы Некрасовской до улицы Венцика, по улице Венцика от улиц Куйбышева до улиц Максима Горького, по улице Максима Горького от улицы Венцика до улицы Пионерской. Также на вышеуказанных участках с 6 до 13 будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничительные меры не коснутся спецмашин, полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, с 8 до 13.00 2 июня движение городского пассажирского транспорта автобусов номеров 5Д 24, 34, 37, 46, 48Д, 53, 61, 80, 261, 17, 32. 3 будет осуществляться по скорректированным схемам. Сегодня более 630 тысяч человек сдавали самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Из них почти 620 тысяч – выпускники текущего года. Экзамены прошли в 88 регионах России, в том числе и в Самаре. Самый массовый экзамен в стране можно было сдать на 5770 экзаменационных пунктах. ЕГЭ по русскому языку длилась 3,5 часа. За это время нужно было выполнить 27 заданий в двух частях. Проверят работы до 16 июня. Школа выдаст выпускнику аттестат, если он наберет не менее 24 баллов по русскому языку. Вузы не могут установить порог по этому предмету ниже 36 баллов. Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в середине июня из-за празднования Дня России. В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы 10 июня по понедельник 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника 13 июня, сообщает в телеграм-канале Роструда. За три дня самарские полицейские задержали 102 пьяных водителей. В период с 26 по 28 мая сотрудники госавтоинспекции выявили более 2000 различных нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД Российской Федерации по Самарской области. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 102 водителя, рассказали в ведомстве. Кроме того, 27 водителей оказались без удостоверений. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 285 автомобилистов. Также более 70 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 119 правонарушений со стороны пешеходов и 75 со стороны водителей, поделились в областном Главном управлении МВД. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правил дорожного движения. В России прошла акция «Библионочь». Традиционно в ней приняли участие сотрудники библиотек, книжных магазинов, литературных музеев, культурных центров. Самара не осталась в стороне. Подробности в нашем материале. Читаем вместе. Под таким названием прошла 12-я по счету акция «Библионочь». В этом году она совпала с Всероссийским днем библиотек. Главным событием этой «Библионочи» стал флешмоб, в котором приняли участие актеры, журналисты, музыканты, политики, другие общественные деятели и обычные люди. В год двухсотлетия со дня рождения русского драматурга Александра Островского его произведения звучали в онлайн-эфире. В Самаре эта акция прошла на базе библиотеки народов по Волжье. Видео флешмоба можно найти в сообществе этой библиотеки в социальных сетях. Акция «Библионочь» прошла во всех библиотеках Самары. В этот день посетители могли поучаствовать в мастер-классах, лекциях, экскурсиях, встретиться с писателями или прочесть для зрителей свои стихи. По традиции участниками «Библионочи» стали сотрудники Самарской публичной библиотеки. Акция стартовала с экскурсии по залам. Лола Лаврентьева, жительница города Бузулук, рассказывает. В Самару с семьей приехали на выходные. В библиотеку зашли случайно во время прогулки по улицам города. Экскурсия произвела сильное впечатление. Мы просто в восторге. И вот такие бы вещи, конечно, чаще устраивать. Мощь старины, мощь вот с тех времен прикоснуться к этому. У меня вот сейчас, честно, даже мурашки идут по коже. Вот эта книга, которая настолько она старая, с тех времен. Наш Ленин здесь ходил. Тут вообще это не передать ощущение. В этом году в Самарской публичной библиотеке представили не только экскурсионную программу. Мы придумали тоже новую игру, которая будет интересна для семей, для семейного посещения. Для тех, кто хочет прийти в библиотеку с детьми. Это новая станционная игра, где мы отгадываем загадки, совершаем путешествие по всей библиотеке. И в том числе, знакомимся с какими-то различными предметами старины. То, что особо интересно детям, можно посмотреть, потрогать, посмотреть диафильм. Программа завершилась музыкально-литературным марафоном для ценителей поэзии. Галина Топильна, Константин Головин. События. С капустой, сыром и свекольной ботвой. В Самаре в этнопарке Дружбы народов отметили День пирога. Наш корреспондент Ксения Баканова готова поделиться рецептом. Естественно, как и предполагалось, досочки не хватит. Поэтому они выйдут за границей этой доски. Но посмотрим, кто это все равно сделает лучше. Остается у нас 25 секунд. На площадке летнего кафе настоящий поединок. Посетители парка Дружбы народов показывают свое кулинарное мастерство. Наталья Касьянова виртуозно раскатывает тесто. Это своеобразная тренировка, рассказывает женщина. Сегодня день пирогов. Мы попробовали уже тут лепешки, участвовали в конкурсах. Сейчас вот хочу попробовать приготовить осетинский пирог. О том, как изготовить вкусную выпечку, знает Лариса Базаева. Для приготовления теста понадобятся вода, дрожжи, сахар, соль и мука. Ингредиенты хорошо вымешиваются. Правильное тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. Готовый продукт следует накрыть тканью и дать ему настояться полчаса. Для приготовления начинки можно использовать сыр, картофель, капусту и даже свекольную ботву. Готовое тесто лучше разделить на три клубочка. Их нужно раскатать в лепешке. Сверху выложить начинку и аккуратно защипнуть тесто. Остается только разровнять пироги. Выпекать их лучше в дровяной печи. И быстро печется, и быстро тепло отдает. Если, скажем, русские печки, там дольше процесс идет, то эта печка быстрее прогревается. Газовая печь там все-таки газа, то, естественно, там удобнее, чем в этом. Но здесь вкуснее получаются пироги. Технология приготовления проста, однако есть одно условие. Блюдо нужно готовить с чистой душой. Только тогда оно подарит истинное наслаждение. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Национальные песни, яркие танцы и праздничные угощения. В Самаре в Доме дружбы народов прошел концерт «Игра и дамбра». Этот музыкальный инструмент на протяжении многих веков помогает казахам выражать свои мысли и переживания. Наш корреспондент Ксения Баканова насладилась звуками музыки. Выпуклый корпус – две струны. Незатейливый с виду инструмент отражает глубокую философию великой степи. Мастера делают дамбру из дерева. Самые подходящие породы – ель, сосна и карагач. В древние времена струны изготавливали из сухожилий животных. Теперь это леска. Звуки дамбры – это захватывающая музыка, где проявляется жизнь и быт степных казахов. Очень хотелось бы, чтобы дети наши знали свою культуру, свой быт, свой язык. В Самаре прошел праздничный концерт «Игра и дамбра». Он приурочен ко Дню дамбры – национальному празднику Казахстана, который ежегодно отмечают с 2018 года. Для зрителей выступили творческие коллективы. Певица Алтынай Айдналиева исполнила песню «Тайла казахам». Душевная композиция объединяет и поднимает настроение. А улыбка зрителя для артиста – лучшая награда, рассказывает Алтынай. В песне поется о том, чтобы мы всегда были вместе, вместе праздновали, большой-большой такой семьей, которой сегодня мы собрались. Конечно, всегда, выходя на сцену, присутствует волнение, не без этого. Но как только берешь микрофон в руки, и прям первые мелодии полились, и уже все, волнение проходит. Просто наслаждаешься этим моментом, даря людям праздник, даря людям веселье, хорошее настроение. Казахи – народ гостеприимный. Принять путника, обогреть и накормить его – издавна считалась обязанностью каждого из них. Древняя традиция, не забытая сегодня. Обязательно на столе наши традиционные блюда – баурсак. Мы любим мясные какие-то блюда. Это конина, нарезка, обязательно фрукты, сладости, орехи. Вот все эти блюда показывает наше казахское гостеприимство. Познакомиться с многовековой историей народа можно было на выставке. Предметы быта, головные уборы и куклы в национальных костюмах. Каждый экспонат уникален. Организатором праздника выступила национально-культурная автономия казахов «Акжол». Концерт прошел при поддержке Министерства культуры Самарской области, Дома дружбы народов и администрации города. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области почти завершилось всероссийское голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Продлится оно до 31 мая, напоминают в телеграм-канале городской администрации. У жителей осталось всего несколько дней, чтобы отдать голос за понравившийся объект. В этом году 105 территорий Самарской области принимают участие в голосовании. Посмотреть проекты и проголосовать можно на сайте. За.городсреда.ру Территории победителей приведут в порядок уже в 2024 году. Прокуратура Октябрьского района Самары информирует об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Уголовное законодательство предусматривает ответственность совершеннолетних лиц за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений в виде лишения свободы по статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации. Говорится в телеграм-канале Октябрьского района. Под вовлечением понимаются активные действия, которые привели к появлению у несовершеннолетнего желания совершить одно или несколько преступлений или участвовать в них. В качестве способов склонения могут применяться уговоры, обещания и уверение в безнаказанности, обман, угрозы и запугивание. В телеграм-канале городского департамента транспорта сообщают, что в начале лета в продажу поступят лимитированные карты школьника. Дизайн был разработан сотрудниками Объединенной транспортной карты и городского департамента транспорта, которые перед согласованием окончательных макетов приняли во внимание и предложения жителей, направленные в адрес единого оператора электронного проездного. Стоимость обновленных карт аналогична той, что у обычных школьных карт. И функционал остается прежним. В Кировском районе отпраздновали День славянской письменности и культуры. Мероприятия прошли в ДК «Зубчениновка». Дети театральной студии «Затейники» изучили алфавит, написание и название букв, а в конце попробовали написать на старославянском языке свое имя, рассказывают в телеграм-канале Кировского района. Также ребята узнали о празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин